СОФИЯ БИНТ ХУЕЙ ИБН АХТАБ Будучи совсем юной, она вышла замуж за Саляма Ибн Мишкам Аль-Куразы. Он развелся с ней. Затем она стала женой Кинааны Ибн Ар-Раби из рода Абу Аль-Хакик, который был убит в битве при Хайбаре. Когда же мусульмане завоевали Хайбар, София оказалась в числе пленных. Тогда ей было около 17 лет. Пленнец выстроили в колонну и повели. Впереди шла София и ее двоюродная сестра, которых вел Муаззин, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Беляль ибн Ар-Рабах. У Софии пересохло в горле, она не могла говорить. Однако ее двоюродная сестра выла и кричала, била себя по щекам и сыпала песок себе на голову. Их привели к посланнику Аллаха, мир ему. А один из подвижников по имени Дихья пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, просит для себя пленницу. Пророк, мир ему, сказал ему, ступай и возьми себе пленницу. Дихья выбрал Софию и ушел. Однако немного погодя он вернулся и сказал, О посланник Аллаха, она предводительница племен Курейза и Аннадыр, она годится только тебе, пророк, мир ему, сказал. Возьми тогда другую. После Софию и ее двоюродную сестру привели к пророку, мир ему, которая по-прежнему выла, кричала, вся в песке и в разорванной одежде. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, отворачиваясь от нее, сказал. Увидите эту дьяволицу. Сокрушенная София стояла молча, еле-еле держа себя в руках. Она что-то хотела сказать, и тут пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приблизился к ней и сказал. Выйдешь ли ты за меня? Лицо Софии засияло, и она ответила. О посланник Аллаха, я желал этого во время язычества. Как же мне не желать этого, если Аллах дает мне такую возможность во время ислама? Она встала за спиной пророка, мир ему. Он же накинул на нее свою одежду, рида, и мусульмане поняли, что посланник Аллаха, мир ему, выбрал ее для себя. Так пророк, мир ему, освободил ее и женился на ней. Мухаммад, мир ему, перед тем, как жениться на Софии, сказал ей, «Твой отец был самым ярым моим врагом среди иудеев до тех пор, пока Аллах не покончил с ней». Она же сказала, «О посланник Аллаха, поистине Аллах говорит в своей книге, ни одна душа не понесет чужого бремени». Тогда посланник Аллаха, мир ему, сказал же, «Выбор за тобой. Если ты выберешь ислам, то я удержу тебя для себя. И если же ты выберешь иудейство, то, скорее всего, я дам тебе свободу, и ты пойдешь за своим народом». Она же ответила, «О посланник Аллаха, я полюбила ислам и уверовала в тебя до того, как ты призвал меня к исламу, и я стала твоей. Меня ничто не связывает с иудейством. Нет у меня отца и братьев среди иудеев. Ты предлагаешь мне выбрать либо ислам, либо неверие. Так вот, Аллах и его посланник более любы для меня, нежели свобода и возвращение к своему народу». Затем пророк мир ему двинулся в путь, и когда уже был на расстоянии шести миль от Хайбара, он захотел вступить в близость с Софией. Однако она отказала ему. А когда они уже добрались до местности под названием Ас-Сахба и направились к Думе, она отдалась ему. Пророк мир ему уже спросил ее, «Почему ты отказала мне при первом привале?» Она ответила, «О посланник Аллаха, я опасалась за тебя, ведь иудеи были рядом. Этот поступок Софии укрепил любовь пророка мир ему к ней. В женитбе Мухаммада мир ему на Софии заложена мудрость, ведь она была дочерью вождя племени, ее муж и брат погибли в борьбе против посланника Аллаха мир ему. К ней необходимо было отнестись с уважением, учитывая ее положение в народе. Так София оказалась в доме пророка мир ему, к ней относились с почтением и уважением. Когда пророк мир ему вернулся из Хейбара, он поселил Софию в доме Хариса ибн-ан-Мумана. Весть об этом донеслась до жжен ансаровцев, которые узнали еще то, что София очень красивая, и поэтому они решили навестить ее. Среди них была и мать правоверных Аиша. Она пришла в Никабе. Когда же она вышла, вслед за ней вышел и пророк мир ему, узнавший ее. Он спросил ее, «Что ты думаешь о ней, Аиша?» Ты ответила, «Она иудейка». Он же сказал, «Не говори так, Аиша». Она ведь приняла ислам, и вера ее проявилась должным образом. Побойся Аллаха. Этот брак свидетельствует о том, что пророк мир ему не ущемлял евреев ни по политическим мотивам, ни по национальным и религиозным признакам. И пусть евреи наконец поймут, что борьба посланника Аллаха, мир ему, не была вызвана неприязнью, ненавистью к их народу, так как они это утверждают. Случаи жизни посланника мир ему, который мы приведем далее, ясно указывают на великодушие ислама, на то, что пророк ислама был направлен к людям как милость для миров. Посланник Аллаха мир ему не позволил другим женам ущемлять Софию. Так, однажды Мухаммад мир ему пришел к Софии, а та плачет. Пророк мир ему спросил, «Почему ты плачешь?» Та сказала, что Хафса назвала ее дочерью Иудея. Тогда посланник мир ему сказал, «Скажи ей, что ты дочь пророка, что твой дядя был пророком и что ты сейчас под опекой пророка. Чем же ей гордиться перед тобой?» А Хафсе он сказал, «Побойся Аллаха, Хафса». Посланник Аллаха мир ему не общался с другой женой, Зейна Бинд Джахш, на протяжении трех месяцев только потому, что та пыталась устыдить Софию тем, что она родом из иудейского народа. Зейна очень сожалела, что так поступило. Когда же посланник мир ему простил ее, она из-за радости подарила ему невольницу. В период последней предсмертной болезни посланника Аллаха мир ему все его жены пришли навестить его. И тогда София сказала, «Клянусь Аллахом, о пророк Аллаха, хотела бы я, чтобы меня постигло то же, что и тебя». Остальные же жены и пророкам мир ему перемигнулись друг с другом. Посланник мир ему заметил это и сказал, «Почему вы подмигиваете друг другу из-за слов вашей подруги? А ведь, клянусь Аллахом, она поистине искренняя». После смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует София, жила в одиночестве, благочестиво и праведно. Однажды, когда халифом мусульман был Амар ибн Аль-Хаттаб, к нему пришла невольница София и сказала, «Поистине София с почтением относится к субботнему дню и поддерживает отношения с иудеями. Амар же отправил к ней человека, чтобы выяснить, как же все на самом деле». Ответом Софии было, «Что касается субботнего дня, то я не отношусь к нему с почтением после того, как Аллах заменил мне его пятницей. Что касается иудеев, то среди них есть мои родственники, с ними я и общаюсь». Затем она сказала своей рабыне, «Что побудило тебя так поступить?» Та ответила, «Дьявол». София же сказала, «Вступай, ты свободна». Когда Усман добудет доволен им, Аллах был окружен, София оседлала мула, поспешила к нему на помощь. По пути ее встретил Аляштар. Он ударил животное по голове, а София ему сказала, «Верни меня, но не позорь». Затем она ухитрила стойком со своего дома доставлять пищу и еду в дом Усмана. София передала со слов посланника Аллаха, мир ему, десять хадисов, некоторые из которых приводятся сборники Аль-Бухари и Муслима. Умерла София во время правления Муауи в пятьдесятом году от Хижри и была похоронена на кладбище Бакы рядом с другими женами пророка, дабы гласловить его Аллах и приветствовать. Субтитры создавал DimaTorzok